Ну, вообще, давайте, может, поиграем все-таки, да? Никто ж не против, я думаю... Расскажи, вчера уже были казусы со всем этим. Можно сначала правила нам полностью... Правила, ну, правила, кто хочет стать миллионером. Я зачитываю вопросы, четыре варианта ответа. Вы отвечаете, я... То есть мы одна команда? Мы команда или не команда? Вы втроем команда. Да, мы команда. Нет, я буду ведущим, я буду... Я Иван Дебров. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо начать, типа, с того, что... Здравствуйте, всем, дорогие друзья, с вами Иван Дебров, и мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» У нас сегодня в гостях троица из семьи студия аналитиков Андрей, Миктор и Владимир. И именно они сегодня будут выигрывать миллион. Вопросы мы будем задавать не киберспортивные, не дотерские, поэтому, возможно, миллиона им и не достанется. Но вдруг, вдруг... Господин ведущий, подсказки есть у нас? Конечно, есть подсказки. Господин ведущий уже начинает вопрос первый, потому что 25 секунд, почему-то на первый вопрос задаются. Какой по порядку президент США Барак Обама? 44-й, 50-й, 38-й, 34-й. Это первый вопрос. Пиши последний. Так. Давайте... 44-й, 50-й... Давайте я заново начну, этот вопрос неадекватный какой-то. 38-й, кажется. 38-й, хорошо? Нет, заново начало, время закончилось уже. Это было просто неправильно ответить, но мы заново так начали. Четвертый, да. И команда аналитиков проигрывает. Играть снова. У тебя купленная игра какая-то. Все, давай, давай. Так. Это для американцев просто. Кто побил мировой рекорд соверш... Давай я тебе свою дам? Нет, я не понимаю, что это за вопрос. Иван, вы в школу ходили? Хорошо. Кто побил мировой рекорд, совершив прыжок с самой границы атмосферы в 2012 году? Гетикс, Феликс, Джетикс, Микс. Феликс. А посовещаться? Досрочный ответ. Досрочный ответ. Феликс, все верно. Минуту дам дополнительную на обсуждение. Хорошо. Первый вопрос пройден у вас уже в кармане 100 рублей. 200 рублей. Заболевание какого органа называется зоб? Щитовидная железа, поджелудочная железа, желудок, гипоталамус. Вот теперь обсуждаем. За 200 рублей? Я такое не хочу обсуждать. Я не понимаю, что это. Мы забираем деньги. Ну, вообще, да. Пожалуй, мы посвящались и решили, что мы забираем деньги. Отвечаешь что-нибудь самое мерзкое? Давайте щитовидную железу отвечу, нам подсказывают. И да, действительно, зоб это... Там, да, да. Кто хочет стать миллионером? Очень простые вопросы. Следующий вопрос. Что с этой игрой? Какая знаменитая актриса сыграла главную роль в фильме «Титаник»? Мила Йович, Сандра Балок, Анжелина Джоли или Кейт Уинсетт? Последний вариант. Ну, это было бы очевидно, если бы это было как-то не так. Да, все верно. Владимир, ну, из тех, кто представлен, можно просто методом исключения. Вы просто представьте Анжелину Джоли. Ну, да. Или Мила Йович, а потом начинается пятый элемент. Неплохой фильм и вышел. Очень неплохой. Сколько будет 12 умножить на 12? 120, 20, 144, 156, 112 будет? Так, ну, кажется, 144 будет. Андрей, вы, наверное, правы. Очень тяжелый вопрос. И у вас уже в кармане 500 рублей. Вот щитовидный там попроще даже был. Я так понимаю, это уже несгораемая сумма. И следующий вопрос у нас уже... А нет, 1000 рублей, это несгораемая сумма. Итак, кто из перечисленных актеров сыграл роль Форста Гампа в одноименном фильме? Мел Гибсон, Том Хэнкс, Ричард Гиркс или Брис Уиллис? Кто составлял вообще этот... Ну, это первое, а не легкие вопросы. Надо было за сутку такие задавать. А что за вопрос про щитовидную железу там? Я не знаю. Что это такое вообще? Андрей, ты ко мне претензии предъявляешь? Нет, извини. Так, в общем, 10 секунд. Второй, второй. Том Хэнкс. Я понял. Да, да, действительно, это так. Но как-то вы правильно ответили на вопрос. 1000 очков уже у нас и... Рублей. Да, рублей. Очков. Никаких не очков. У нас рубли здесь. Мы все равно идем до победного, так что деньги не проблема. 2000 рублей. Вопрос следующий. Почему-то 30 секунд на каждый вопрос задается. Я не понимаю, сколько периодов в баскетболе? 5, 4, 6 или 7? Стоп, он 3. 4. Чего, точно? Четвертая четверть, 4 четверца там. Ты батя? Да, жили 4. Ну ладно, ладно. Я не знаю, что с этими вопросами. По-моему, вопрос про щитовидную железу действительно был посложнее, чем вот то, что я сейчас задаю. Вопрос за 4000 рублей. Очень быстрая игра у нас получилась. Измемание. Сколько лет длилась Первая мировая война? 4, 6, 5 или 8? Ну, че давай самый умный. Первая мировая война. Первая мировая война. 4, 6, 8 или... Да, помните. Давайте возьмем подсказку и ответим 6. 50 на 50. Хорошо. 4 или 6? 6. Да, 6. Нет, 4. Ну, я, в принципе, знал 14 и 18, ребят. Извини, мы поверили оператору. Это не совсем наша ошибка. 14 и 18. Это абсолютно не наша ошибка, господин. Да, это не наша ошибка, верните деньги. Что, сыграем еще? Давайте сыграем еще. Давайте сыграем еще. Сразу на 2000 давай. Азарт проснулся. Нет, 2000 нет. Мне надо рекламу посмотреть. Три минуты. Да ладно, ладно. Я шучу. 5 секунд надо было посмотреть. Какой город является столицей Таиланда? Бангкок, Манила, Паттайя или Пхукет? Паттайя? Стоп, Паттайя или Пхукет? Паттайя. Бангкок. Так. Нет. Товарищ ведущий. Нас пытаются сбить. Можно выгнать лишних. Какой город является столицей Таиланда? Бангкок, Манила, Паттайя. Конечно, Бангкок. Конечно, Бангкок. Бангкок. И это верный. Конечно, верный. И, пожалуйста, со стороны. Что там со стороны происходит? Алло. Вопрос за 200 рублей, пока вы не выиграли. Ну, те деньги, понятное дело, ушли. Куда они ушли? Алло. Из какого сырья делают большинство пакетов? Бумага, пластик, нефть или резина? Нефть получается. Точно? Из нефти пластик делается. Пластик из нефти. По-любому все из нефти делают. Весь мир из нефти. Я вот прям чувствую, у меня рубашка из нефти сделана. У тебя татуировка из нефти, между прочим, тоже сделана. Нажми вторую. Отвечаю. Нефть? Вы уверены? Нефть или пластик? Секунда, нефть, я жму уже. Ну, вы все из нефти обсуждали, все верно. Это нефть. Но мы не успели. Не, вы успели, вы успели. Так на время идет, что ты смотришь. Давай, читай дальше. Хорошо. Вопрос за 300 рублей. Какая актриса играла в фильме «Город ангелов» вместе с Николасом Кейджем? Что за фигня? Сандра Балок, Анжелина Джоли, Мэг Райан или Пенелопа Круз? Или первое, или второе, мне кажется. Я просто других не знаю. Я не знаю вообще. Можно варианты ответа? «Город ангелов», да? Да. Сандра Балок, Анжелина Джоли, Мэг Райан или Пенелопа Круз? Мэг Райан. Давай. Я беру ответственность на себя. Иван берет ответственность на себя. И это правильный ответ. Поздравляем, Владимир. Ну, поддержите. А также операторы. Мы же команда. Андрюша. Давай, мы команда. Сынок. Все нормально. Мы же нормально. Родители с тобой. Вопрос за 500 рублей. Сколько будет 11 умножить на 12? 112, 132, 144, 152. Можно еще раз варианты? Сколько будет 11 умножить на 12? 130 с чем-то там. 132. 130 с чем-то там. Все, 132, да. Хорошо. Ответ Б принимается. И это правильный ответ. Поздравляю вас, ребята. Вы в математику можете. Следующий вопрос за 1000 рублей. Что в первую очередь сказал Нил Армстронг, когда ступил на Луну? Это гигантский шаг для меня. Это гигантский скачок для меня и маленький шаг для человечества. Это один маленький шаг для человека и гигантский скачок для всего человечества. Это маленький шаг для меня. Ну, конечно, это гигантский шаг вот этого для человечества. Конечно. Красиво, чтобы звучало. Слушай, кстати, а где здесь смешные варианты? Что-то какая-то странная игра. Я могу... Нам просто нужно все время отвечать до косаря, проигрывать и начинать отвечать за 100 рублей. И искать смешные варианты ответов. Следующий вопрос за 2000. Митя, включись. Что такое биология? Наука о природе, наука о жизни, наука о человеке или наука о растениях? Биология? Да. А первые враги? Природа, жизнь, человек, растения. Человек или растения? Чего? Ботаника о растениях, анатомия о человеке, поэтому жми по природу. Поехали. Поехали. Вот сразу бы так. Наука о природе и Митя отправляется домой под затыльниками, потому что это наука о жизни. Хорошо. Митя, тебе не кажется, что кто-то косячит вторую игру подряд? Нет. У нас есть три подсказки и еще четыре подсказчика. Мы же договорились. Тут сидят родители, а ты тянешь лапку вот эту. Мы же договорились. Все, ты в муте. Я тебе говорю, ты в паблике был бы уже в муте за такой беспредел. Вот эти колы на Рошана, вот это я уверен. Тащишь ему игру? Куда ты тащишь? Куда, к интересным вопросам. Мы же договорились. Я понял. Сам отвечай тогда. Давайте Митя в Солянова сейчас поиграет. Мне интересно его результаты послушать. Митя, вы принимаете челлендж? Вы принимаете вызов? Это на ютубе будет, я тебе говорю. Ответственный за меня человек? Пусть отвечает. Ты практикант, ты практикуй. Ладно, давай. Играем. Играем. По-моему, свою игру лучше было играть. Ну да ладно. Ладно, мы же команда. Ну ладно, третья попытка, три человека все-таки играют, поэтому три попытки, пока вы не выиграли ничего. В смысле? У нас же были несгораемые суммы. Касарь. Ладно, у вас был один Касарь. У вас есть один Касарь, потом я с вами рассчитаюсь. Все, договорились. Два раза по Касарю у нас было. Все, нормально, нормально. Андрей, он с нами рассчитает. Вы мне за свою игру все еще должны. Мы тащим. Вы мне за свою игру все еще должны. А меня там не было. Так, хорошо, давайте Наски Ланыч сейчас просто возьмем и затащим эти его игруки. Все, давайте, давайте. Сколько у нас подсказок есть? Три подсказки. Три игры, девять подсказок. Три подсказки. Девять. Хорошо, поехали. А что такое звонок другу? Я не знаю, тут... Ладно, звонок другу, это мы спрашиваем у всех. Начать игру. Итак, какое число считается среди христиан несчастливым? 15, 17, 13 или 19? Очень 13, правильно? 13, но это мое счастливое, у меня день рождения. Вован, это никому не интересно. 13. Ладно, шучу, конечно, это всем... Не, я понимаю, что это правильный ответ. Один раз можно переступить через себя ради команды. 13, все верно. Да, да, все верно. 100 рублей у вас в кармане. 200 рублей. Как называется отрыв на последних 100 метрах в атлетике? На гоночном треке или на поле? Триатлон, Олимпиада, пресс или спринт? Что за вопрос? Как называется отрыв на последних 100 метрах в атлетике? На гоночном треке или на поле? А. Триатлон, Олимпиада, пресс или спринт? Спринт? Подождите. Триатлон, это все не отрыв. Нет, я самого вопроса не понял. Последние 100 метров на треке? Вопрос никто не понял, да. Ну ладно, я нажму спринт, потому что... Просто все, что связано с бегом и скоростью, это спринт. Остальные ответы просто нелогичны. Вован, логика. Логика... Ладно, хорошо. Да, 300 рублей. Все. Вопрос за 300 рублей. А как называется валюта Таиланда? Гривна, франк, бат, марка. Бат. Бат. Мы все любим бат. Тебе нравятся валюты в Таиланде? Не, я бог сказать марка. Но я сказал бат. Так что давай без марок обойдемся. Следующий вопрос за 500 рублей. Сколько будет 14 умножить на 14? 206, 205, 122, 196. Это 96. Кажется, 196. Ну, это правильный ответ. Я не знаю, почему пятый вопрос всегда на математику, но так или иначе... Давай только на пятый. Поверь, кому-то это был бы не вариант вообще отвечать. Ну, вообще, да. Следующий вопрос за 1000 рублей. Для какой английской футбольной команды написана песня «Ты никогда не будешь один»? Ливерпуль, Челси, Эвертон или Арсенал? You never be alone. А кто поет? Давай 50 написать, а там рандомнее. Или как, Андрей? Да подожди. Ливерпуль, подсказка из зала. Верим ли мы, было за друг друга потратить? Потратили, давайте, подсказку зала. Нет, я защитываю Ливерпуль, но человек, пожалуйста, выведите отсюда. Охрана! Уважаемая охрана. Мы бы сами разобрались, но спасибо. Да, да, сами разобрались, ребята. Подсказка, конечно, да. Вопрос за 2000. Опа! Где проводились летние параолимпийские игры в 2012 году? Параолимпийские игры. В 2012. Да, в 2012. В Лондоне, в Нью-Йорке, в Женеве или в Москве? По-моему, в Москве не было, точно. По-моему, в Москве были последние, или в Сочи были последние. Ну, не параолимпийских. Параолимпийских не было там. Там была сначала Олимпиада, потом Паралимпиада. Пять секунд. Я говорю, точно. Короче, давай 50 на 50. В Лондоне или в Женеве? В Лондоне. Что ты... Слушай, так нельзя. Ну, 50 на 50. В Лондоне. В этой игре нужно как-то, знаешь... Ну, Андрей, а что за 30 секунд? Откуда я... Что у нас за ведущего? Приметина Канделаки. Вопрос такой, значит, там нужно обсуждать. Хочешь ты повезти? У тебя тоже 30 секунд будет. Я поведу. Ужмите, поведет, у нас больше шансов выиграть. Секунду, секунду. Я поведу. Ужмите, поведет. Андрей, ты нужен мне. Да, я дам вам альтернативную. Андрей, не бросай. В которой нету лимита по времени. Вот. С теми же вопросами. Вау. Без математики. Фу, справишься. Прям давление поднялось. Сколько у тебя рублей? Да, да, если что, я просто жду хороших вопросов. 14 миллионов 899 тысяч 200 рублей? Это доллары. Давай заново начнем. Кто хочет стать инмейтом? У нас игра начинается. Подожди, то есть ты все вопросы уже знаешь? Нет, они каждую неделю меняются. Каждую неделю. Сколько раз за неделю ты уже сыграл? Андрей, я один раз сыграл, но я надеюсь, что... Хорошо. Все, окей, окей, без проблем. Без вопросов. У нас зрители, я думаю, довольны тем, что происходит сейчас. Поэтому они будут не против того, что новый миллионер... Это старый миллионер с Нагиевым... Нет, я не знаю. Секундочку. Та-та-та-та... Нет. Та-та-та... Трун-трун... Тэн-тэн-тэн... Трун-трун... Тэн-тэн-тэн-тэн... Может быть, тогда и люди будут стоять, отвечать на вопросы, и кто-то пойдет в зал. Сложно. Сложно. Новая игра. Лимит по времени нет. Что, по мнению одной часто показываемой рекламы, облегчает свежее дыхание? Понимание, жизнь, ухаживание или душу? Теперь понятно, откуда ты там набрал 14 миллионов. Стоп. Можно повторить вопрос? Что, по мнению одной часто показываемой рекламы, облегчает свежее дыхание? Понимание, по-моему. Что облегчает свежее дыхание? Облегчает свежее дыхание. Понимание, жизнь, ухаживание или душу? Понимание. Там вот свежее дыхание облегчает. Понимание. Типа договориться можно. Понял? Почему у тебя выключается это все время? Это стихия. Ты потому что нажал, что ты какую-то клавишу, она автоматом не выключается. Я понял. Ты можешь просто пальцем варить периодически. Что ты выбираешь? Понимание. Понимание, конечно. Понимание. Мы же уже разобрались с этим ответом. Да. И это правильный ответ. Вот это побольше нравится, конечно. Да. Какой материк самый большой? Евразия. Северная Америка, Африка, Евразия, Южная Америка. Досрочный ответ от капитана. Мы не в что, где, когда играем, но спасибо. Ну ладно. Кстати, мне кажется, следующий уровень, когда мы начнем играть в что, где, когда, отвечает господин Голубев. Господин Голубев. Что в черном ящике. Да, да, да. Какой срок пребывания в Комарова наметил себе герой обнименной песни? Недельку. Хорошо. Недельку. Теперь кактина Кандалаки может начинать. Было быстрее, чтобы... Хорошо. Мы же привыкли просто по времени. Дальше. О чем поется в одной знаменитой песне Битлз? О сегодняшнем дне, о вчерашнем дне, о вторнике, о завтрашнем дне? Yesterday. Хороший вариант. Наверное, завтрашний день. Я не фанат. Нет, завтрашний день, ты уверен? Нет. Про завтрашний день. Ну вот, миллионер наш говорил. Наверное, о прошлом что-нибудь. Миллионер. Есть идеи? Yesterday песня называется. Yesterday. Ну, вероятно, вчера. В чем ваша проблема-то? Ответил yesterday, и это правильный ответ. Действительно. Вопрос за три тысячи рублей тем временем. Как звали поэта, поклонника Мальвины? Папа Карла? Пьеро. Пьеро. Дуримар. Или Артемон? Артемон. Песик забегал за девочкой. Так подождите, Пьеро же тут, по ней вроде это самое... Он орликин. Я прав. Так. Я прав. Закройте рты, пожалуйста. А мне надо не подсказывать. Я и Мальвина, два сапога пара. Там Артемон за ней бегал. Нет? Стоп. Стой, не отвечай. Я не отвечу. А какие варианты ответа? Папа Карла. Точно он не бегал? Нет. Пьеро. Вариант оставь. Дуримар. Дуримар. Или Артемон. Специально для Владимира. Повтори вопрос, пожалуйста. Как звали поэта, поклонника Мальвины? Поэта. Поэта. Понять. Дуримар. Артемон. Дуримар. Жми Дуримары. Артемон — это собака, я знаю. И это Пьеро. Вы проиграли. Опять забирай свой этот. Слушайте, вы не можете в Миллионера. Мы никому не подошли. Короче, я с ними больше не играю. Я с ними больше не играю. Давай Андрей в Солянова. Давай. Андрей. Я готов. Дайте бит. Арен в Соло? Ой, господи, Арен в Соло. Знал он ответ про Артемона, что это собака. Андрей в Соло? Я в Соляру. Давай, Андрей. Поехали. Андрей, перед тем, как мы начнем эту игру... Здравствуйте. Здравствуйте. Это ненадолго. Чего вы здоровы, уже бы доиграли. Я попросил бы... Вы не могли бы зал замьютить как-нибудь, чтобы они... Так это же ваша семья. Какая семья? Семья. Группа поддержки. Это будет вопрос за миллион. К этому мы еще придем. Кто в арабских сказках обычно сидит в бутылке? Муха, змея, джинн или зеленый змей? Буратино отвечаем мы. Что это такое? Что это? Господин ведущий, что это происходит здесь? А что ты тянешь время? Ты понимаешь, охрана даже вот тех людей слева не может вывести. Невозможно. Ладно, я все равно попробую сконцентрироваться в таких условиях. Правильный ответ — джинн. Джинн. Джинн принимается, и джинн — это правильный ответ. Спасибо большое. Но я не могу, у меня вторая рука занята, поэтому поляшки себя бьют. Что в русской поговорке хитро на выдумке? Голь, соль, роль, боль. Так, секундочку здесь. Что в русской поговорке хитро на выдумке? Голь, соль, роль или боль? Не надо ему подсказывать. Так. Он соляру заводит. Соль, боль, роль — вероятно, что это совсем бред. Ну, остается один вариант. Ну, получается так. То есть, голь хитра на выдумке. Голь на выдумке хитра. Давай. Рискуй, Андрюша. Вот даже Владимир сказал, так что я думаю, это правильный ответ. Это правильный ответ. Конечно. Ну, честно говоря, я даже не близко был. Когда, согласно поговорке, приходит аппетит? Во время еды, во время работы, во время поста, во время сна. У нас-то во время работы в основном. У меня-то во время всего, всех перечисленных приходит аппетит. Но вообще во время еды, как говорится, приходит аппетит. Итак, этот вопрос, конечно же, верен. Поздравляем вас, Андрей. Спасибо большое. Следующий вопрос. Как называется устройство автомобиля? Автомобиля, которое запускает двигатель. Скутер, спринтер, стартер, стайер. Кажется, Иван, это стартер. Принимается такой ответ. И это правильный, правильный ответ. Спасибо. Да. Поддержка от семьи будет какая-то? Ну, ты молодец, там, ты... Все, там в Соляна поиграет, какая семья. Приходи домой больше. Домой! Как называется вьетнамская... Ну, это было уже. Как называется вьетнамская валюта? Или не было? Вьетнамская не было. Вона, юань, донг или иена? Так, точно не юань, соответственно. У нас три варианта. Ладно, я долго, на самом деле, не буду это самое вынуть. Я сам не знаю, как она называется. Есть подсказки. 50 на 50, пожалуйста. Тут есть только 25%. Там есть 25, она просто возьмется в два раза. То есть ты можешь выкинуть один вариант и потратить потом на другую какую-нибудь, если тебе вот один вариант не устраивает. Но можешь выкинуть в два раза. Так, ладно, хорошо. На самом деле, это довольно просто. Кто-то в зале по-любому знает, поэтому я хочу выбрать подсказку помощь зала. А помощь зала это какая-то? Ты жмешь, и там будет написано в процентах, кто за сколько голосует. Помощь зала это какая? Это там, где мессенджер? Да, посмотри. Где люди? Да, где люди. Нет, люди за ног. Где диаграмма. Понял. Извините, я сам первый раз ведущий этой передачи. Итак, 43% считает, что вариант С. 43, вот они здесь все люди, они пока ничего не сказали мне. Да что, не ошибается. Мне не интересует компьютерный. 43% считает, что это Донг. Донг, так, как бульдонг. Ну, 20% считает, что это Юань. Ну, 20% молодцы. Давай Донг, все, я понял, дальше уже хуже будет. Дальше хуже, действительно, Андрей. И Донг, это правильный ответ. Поздравляем, поздравляем зрители у нас умные. Итак, следующий вопрос. Жаль, что у меня такая неудачная семья, и нельзя порадоваться с ними вместе. Ты денег в дом принеси хоть раз. Что с тобой? Я работаю. Ты видишь? Да ты слишком азартен. Давай дальше. Слушай ее. У нас тут не детектор лжи все-таки передачи, а кто хочет стать миллионером, поэтому... И наша семья хочет стать миллионером, но отец провал. Он все из дома. Дай ему шанс. Мы даем, пожалуйста. Мы же вообще молчим. Но никто не мешает нам его гнобить. Да. Итак, следующий вопрос за 6 тысяч рублей. Представляете, сколько можно покутить? Я уеду от них просто. Комарова на неделю. Назовите изобретателя акваланга. Кусто, яблочков, кулибин или турхейрдал? Ну, кусто, соответственно, скорее всего, по мне так. Просто подсказки из зала прилетели. Так, яблочков, кулибин и кто еще? Турхейрдал. Я слышу себя где-то там на фоне. Пожалуйста, избавьте меня от этой... Честно говоря, пока что мне кажется, что эта игра довольно-таки проста, скажем так. Поэтому... Ну, тут нет вопросов, которые обычно запутывают. Поэтому я, наверное, скажу кусто. Итак, кусто, и это ответ верный. Жаков кусто, конечно. Конечно же, Смайл подсказал Андрею. Я этого никаких подсказок. Это не считается. Ладно, деньги в семью хорошо. Нас просто больше, значит, мы сильнее. Ну, и средств надо больше тратить на семью. Хотя, может быть, он со Смайлом и уедет. Он уйдет в другую семью. У тебя вчера не было уже, да. Какой из этих российских... Пожалуйста, не подсказывайте реально со спины. А какой из этих российских самолетов создан позднее других? У меня погас экран. И варианты ответа. Максим Горький, Илья Муромец, Руслан или Антей? Я слышал этого достаточно. Так, Максим Горький, Илья Муромец, Руслан или Антей? Антей, Антей, Антей. А ибо сказки у меня остались. Дважды по 25 и звонок другу. Так что ж, может, сразу по 50 тогда? Что ж нам? Что по 25? По 5 капель? По 5 капель? Так, ну, будешь 20? Не, ладно, подожди. Ну что ты так говорил? Деньги дома будут сегодня, да? Где ты это уже слышал? Уже по 50 предлагают. В прямом эфире. Вот именно. Так. Ну, кто-то... Подсказка была. Попробовали, кажется, Антей сказать. Я не слышал. Похоже, что Антей. Поэтому вокруг этого... Ты нажал, что ли? У меня вышло. Давай. Это непоправимо. Хочешь доверить семейные деньги в случайной подсказке? Что значит, это непоправимо? Обманул тебя. Это поправимо. Похоже, что слышалось Антей. Причем уверенность была. Но, к сожалению, один раз этот человек уже обманывал. Нет. Что-то мне говорит о том, что это не так. Хорошо, значит. Подумаем логически. Илья Муромец. Это, вероятно, первое название. Старик стопудово. Да. Что у нас было дальше? Горький и Максим? Ну, Максим Горький — это первый вариант ответа. Второй вариант — Илья Муромец. Третий — Руслан. Четвертый — Антей. Я опять погасаю от экрана. Ну, я не знаю. Ну, господин ведущий, кажется, это ваши проблемы абсолютно. Хорошо. И это меня только сбивает с толку. Так, хорошо. Ну, давай 25 возьмем. Возьмем 25. Да. И Руслан, Максим Горький или Илья Муромец? Руслан, Максим... Подсказка была... Это хорошее. Это хорошее. То есть, я, пожалуй, уберу... Максима... Сначала Илья Муромца убираем. Угу. Так, остается Максим Горький. И что еще? Руслан. И Руслан. Руслан. Ну, Руслан. Ну, кто... Какой Руслан с другой стороны? А был ли вообще такой самолет у Руслана? Или меня обманывают? Был такой самолет. Хорошо. Был. Ну, если взять еще 25, он меня сейчас уберет просто Илья Муромца и все. Так, ладно, Иван, давай мы, наверное, еще 25 добьем уже. Илья Муромец или Руслан? Илья Муромец или Руслан. Ну, очевидно, выбираем Руслана. Итак, Руслана выбираем. И Руслан приносит тебе 10 тысяч, Андрей. Андрей, подумай о деде. Вопрос за 20 тысяч уже мы не зададим. Андрей, потом с тобой рассчитаемся. У нас начинаются пики гранд-финала. Тим Эмпайр против Эмфин-МЕ. Да, начинается. Начинается эта игра. И у нас...